Когда два цунами встречаются на грешной земле, размер апокалипсиса и последствий не может предсказать даже слепой мудрец. Привет, нежнокрылые гепарды! Вы на канале Моэта Сикея, я Федорович. Покажу вам невероятный бой, в котором сошлись две феноменальные команды, а результат этого события не смог предсказать даже лучший анализатор букмекерских контор. Сейчас вы увидите первый полуфинал, в котором сошлись две классные команды, Кузня из Краснодара и Маршал Артс из Уфы. Обе эти банды отлично себя проявили в четвертьфиналах. Вы их можете посмотреть в подсказках или в описании под видео. Я бы даже сказал, не целая команда, а конкретно по одному бойцу из каждой. А именно, Николай Никитенко из Кузни, который вынес подряд трех бойцов в своей жесткой манере бронебойного танка, который постоянно идет в обмен и принимает на себя кучу ударов. И Куреш Сагов из Маршал Артс, который также в четвертьфинале вынес троих соперников, но в более боксерской манере, расстреливая их с дистанции и выцеливая свою жертву. Вот в этом, наверное, и будет вся интрига. Кто как сможет себя проявить в сегодняшнем бою? По традиции хочу сказать пару слов про сам турнир и правила для тех, кто смотрит впервые. Чемпионат называется Firmapile Team Combat в честь ущелья Фермопилы, в котором 300 спартанцев совершили свой исторический подвиг. И именно поэтому ринг имеет прямоугольную форму, чтобы бойцы не бегали, а постоянно рубились. Бой проходит по правилам Кайуан. Никакого партера, клинча и захвата в ног. Только жесткая заруба с постоянным обменом. И для зрителей это классно. Бойцы дерутся один на один. Остальные ждут в ринге. Раунд идет 5 минут. Если не было досрочной победы, победители определяют судьи. Проигравший уходит с ринга, а победитель остается и боксирует уже со следующим соперником. Таким образом побеждает та команда, у которой останется хотя бы один боец. На этом буду заканчивать свои рассказы дикой стрекозы и дам вам возможность насладиться этой бойней. Пишите в комменты, как вам бой и кто из бойцов понравился больше всего. Подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, ставьте лайк и делитесь видео с друзьями. Пускай тоже заценят это зрелище. Также смотрите бомбовые видео в описании. А если вы хотите начать тренировки даже в домашних условиях или усилить свои, забирайте бесплатные видеокурсы в описании. Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках. Мы видим, что на свои колени полагается Дмитрий. Почему-то старается, практически вот он не бьет руками. Вот это да. Сбил просто. Горячатся, горячатся оба оппонента. Немножко потрясен сейчас. Зураб. Напомним, это уже полуфинал. Уже парни такие горячие. Уже поняли, почувствовали кровь, что значит вкус победы. Видят цель финала. Так оно очень большой приз. Миллион, дорогие друзья, который получит команда-победитель. Бой! Стоп, стоп, стоп! Ну вот мне кажется, что уже пора бы сделать замечание, наверное, клич с вами Киселёвка, потому что постоянно идут вот эти клинчи, полуклинчи. Удаётся Дмитриеву коленями пробить. Очень здорово. Бой! Какой фронт-кик сейчас. Не, ну чтобы остановить Зураба, тут, конечно, нужна, мне кажется, артиллерия потяжелее. Этот парень будет ломить вперёд. Ты сейчас попал в Зураб. Да, мы здесь прямо услышали плюху. Пытается, пытается Дмитриев отстреливаться от него, но... Да, пытается всё это делать только ногами. К сожалению, руки не используют. Да, Криченков вообще рвёт и рвёт от дистанции, получает удары навстречу, но лезет. Вот, только включил руки. И как мы видели, это тактика, когда ты прёшь на своего оппонента, она приносит плоды, и вот, пожалуйста. Да, да, как вы и сказали. Вадим Дмитриев получает жёлтую карточку. Да, он вынуждает просто ошибаться, понимая, что вот на ближней дистанции с более низкорослым соперником работать иначе нельзя. Надо ли отрываться от него или его вязать. А вязать ты не можешь. Ты жёлтую получишь. Поэтому тут как бы всё зависит от того, сумеет ли более высокий удержать своего оппонента, либо сумеет более низкий ворваться на ближней дистанции, там уже разорвать его. Да, но меня удивляет, почему не работает руками представитель Уфы. Внимательно, бой! Ух ты! Страшнейший бэкфист! Да. Срубает он Зураба, но тот встаёт и идёт вперёд. Ну вот работает пока эта тактика сейчас у Вадима Дмитриева. Да, два раза уже он потряс. Избил с ног соперника и, возможно, это... Ну это работка. Это работа был. Поплыл, поплыл Зураб. Подгоняя сейчас Дмитриев и его товарищи по команде. Ещё один мощнейший фронт-кик. Начинает Дмитриев явно прибирать этот бой в свои руки. Да, уже не удаётся так Зурабу сокращать дистанцию, входить в ближний бой. Видим, что работают эти фронт-кики Вадима. Если бы у Дмитриева, конечно, очень техника ударов руками была бы такая, как у него, и колени убийственные. Это был бы страшный боец. Но пока вот у него есть всё. Всё, решили не искушать судьбу. Сами сняли Азураба, представитель Маршал-Артс. И Ильнар Дишинбаев занимает его место. Свеженький боец от Маршал-Артс, но под измотанного бойца Кузни. Да, здесь уже нет такой большой разницы в габаритах. Конечно, всё равно пониже Ильнар. Ильнар... Опять же напоминаем, да, что сейчас Ильнару выгодно. Как можно быстрее вопрос решить с Вадимом Дмитриевым. Дальше там за его спиной и Андрей Лебедев, и Илья Фрейманов, и Николай Никитенко. Внимательно. С целью направления, крючки, крючки, не падает. Сколько побед? Сколько побед? Сколько побед? Старается, старается продышаться Вадим. Ильнар решил потехничнее поработать, но он хорошо встречает. Бэкфист, просвистела. Опять это колено убийственное, засаживает сейчас Дмитриев. Хороший удар рукой, и наконец у него проходит. Да, это видео мы с вами недооцениваем, эти колени. Они всё-таки раз за разом проходят. И сейчас этот счет может встать 2-0, мне кажется, пока ничего не получается сделать. Вот это да. И Ишимбаев пока ничего не надо взять. Сглазили, дорогие друзья, мы чем интересны поединки, что делать абсолютно ничего нельзя предсказать. Да, попытались бы сыграть сейчас Астрадамусов, и как бы да, ошиблись по полной. Потому что Ишимбаев начал, начал откровенно просто переламывать в ходе этого боя. Вот вам и термопайл, термопот. Да, казалось, что отфехтует сейчас Дмитриев точно так же и второго, с этими дистанционными ударами плюс коленями. Но... Ильнур немножечко потерпел, присмотрелся, дал к тому еще подустать и пошел в атаку. Двухой обороне Дмитриев. Ишимбаев на сутарке. Да, замена. Ну что ж, а вот и Андрей Лебедев. Человек, который должен был в третьем выйти в первом поединке. Сейчас он второй. Три на три. Пока что все равно. Все равно, как и ожидалось. Кузня против Маршал Акс. Тростантер против Уфы. Да, ну как же интересно смотреть, когда свежий боец выходит против уставшего. Как видеть в себя свежий против уставшего и как уставший против свежего? Ну какой технер, да, Лебедев? Мы видим вот эти четкие, отточенные движения прям. Собранный. Ничего лишнего. Но каждая атака, как удар мячом. Верту, чтобы пытался запустить. Но не будем пока недооценивать Ильнара. Он в предыдущую схватку так же начинал неспешно. Да, растащил своего оппонента, потом просто взял и разбил его. Возможно, что он сейчас и приценивается к стилю Андрея Лебедева. Очень хочется отметить организацию турнира. Все сделано четко, стилистически. Да, все это будет... Все брендировано очень-очень красиво, зрелищно. Все это будет запоминаться. Да, все это будет запоминаться. Это будет каждый раз играться неотъемлемым атрибутом термопау Team Combat, как и яркие, зрелищные, упорные бои, очень крутых ударников. Здесь нет никакой борьбы, здесь нет даже намека на борьбу. Пробил, пробил. Все, Лебедев убрал второго оппонента. Теперь у нас Антон Овечкин. Человек, который, собственно, принес победу уфимской команде. Тогда, да, очень прекрасную технику на руках Овечкин показал. Своего оппонента он просто забомбил боксерской техникой великолепной. И вот мы видим, что сейчас он Лебедеву предлагает такой боксерский поединок в телефонной будке на короткой дистанции. Ого, какая стрела! Ничего себе! И тут же бэкфист. Вот это сумасшествие! Парни достойны друг друга. Ну как же здорово пробил Овечкин. Да, если будут в сети хайлайты вот этого турнира, они просто обязаны появиться, то, конечно, вот этот вот 10-секундный обмен фееричными ударами должен быть там на первом месте, мне кажется, сейчас. Зажимает в угол своего оппонента Овечкин. Бомбит его по корпусу. Да, не испугался он Лебедева. Предложил ему тот бой, которому тот не совсем оказался готов. Это бой боксерский. А здорово работает и по корпусу Овечкин. Посмотрите как. Трамбует своего оппонента. Да, за всю уфу сейчас врубился просто Антон. И гонит у Го-Хо-Хо! Подлинное сумасшествие. Оказалось бы, какой технарь был Лебедев, да, в предыдущем бою, там его Овечкин сумел им предложить именно то, чего Лебедев не ожидал. Чистый обмен на руках. Был прихват, был прихват. В желтой карточке Лебедев еще на один шаг, ближе к уходу с фермопила. Но, дорогие друзья, там у Кузни третьим и четвертым стоят такие монстры. Там Илья Фрейманов, чемпион TNA. И действующий, и человек-кривень Николай Никитенко. Мне кажется, что да, еще главное оружие ни одной, ни второй команды не вышло. Ну, точнее, вот Антона Овечкина мы уже видим. О-о-о! Пробил соперника, застрявшего на канатах. Овечкин. После команды стоп. Я все прекрасно знаю, все прекрасно вижу. Сюда ко мне. Сюда. Посмотрите. Был удар после команды стоп. Внимательно. Есть возможность восстанавливаться. Восстанавливаться. Никто не получает доказаний, дает возможность восстановиться бойцу. Кто это старает? Слышим, а что требует Карточкин. Это первое замечание для Овечкина. Продышался, продышался Лебедев. Внимательно. Готов. Итак, у нас продолжается поединок. Дмитрий против Овечкина. Кузня против Кучфур. Великолепное побоище. Сразу же огромный темп. Берут нового бойца. Начинает обмениваться жесткими ударами. Овечкин старается запрессинговать своего соперника. Пока что три против двух. И очень близок Овечкин к тому, чтобы сделать 2-2. Давай работай! Давай работай! Мощнейший удар по корпусу вылетает до Овечкина. Видим, что Дмитрий полностью восстановился. Советовал не давать ближний бой. Советовал расстроен его в дистанции. Прекрасно у него это получается. И почему это Овечкин пошел на ближнюю дистанцию? Дешел зарубиться в боксерском стиле. Проходит, походу, мощный удар по корпусу. Сложно сказать, было ли там попадание. Сложно. В область, да. Но Лебедев заводится. Мне кажется, все нарушения страны противника только взлят и заводят Лебедева. Вот смотрите, когда он сейчас начнет поединок. Один из лучших боев, безусловно, в сегодняшнем вечере. Это Овечкин против Лебедева. Видим, что подустал уже и Овечкин тоже. Пошел на обмен Овечкин, получил навстречу. Остается у нас полторы минуты. Овечкин наносит удар с разворота. Собран сейчас Лебедев. Что бы то ни было, нужно сейчас побеждать Овечкина. Иначе он просто подставляет своего одноклубника против трех соперников. Вот это серию обрушил сейчас Овечкин на своего оппонента. Голова, печень, голова. Да, это, конечно, с факта достойно финала, дорогие друзья. Хорошая серия, еще одна от Овечкина. Очень хорошо работает по корпусу Овечкина. Не, 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 мне кажется, не было, дорогие друзья. Не было, не было, не было, не было, не было. Вот не было. Все. Элиминирован Лебедев. И что ж, дорогие друзья, вот этого паренька-то мы ждали. На термо-пайл Team Combat выходит действующий чемпион ТНА Илья Фрейманов. И здесь, опять же, должна сработать тактика со стороны уфимской команды. Нужно Овечкину продержаться. Нужно хоть как-то измотать Илью, чтобы потом уже надеяться на Куреша Сагова. Видим, что насколько свежее Илья. Что ж, измотан, измотан, конечно, Овечкин. Илья четко расплевает его сейчас по этажам. Два на два пока что остается у нас в Фермопиле. И маршал Апсо Кузня. Но видно, что сейчас как тяжело Овечкину. Весь он был в бою с Лебедевым. Да, очень тяжело. Всю силу оставил он там. Там практически пять минут боя прошло. Фрейманов его просто расстреливает сейчас. Но напомним, Овечкин работает не только на себя, а на команду. Чем больше он простоит, тем легче будет Кейр Сагову. Да, самый, наверное, серьезный боец из Уфы, как мы видели по первому. Это чем-то официанты Куреш Сагов. Человек не делающий ничего лишнего. Он от ударов, в которых люди падают, просто подстрелянный. Да, если чисто гипотетически посмотреть, то четвертые бойцы в этих Хамат, возможно, у Уфы даже сильнее. Но пока еще есть... Да он еще у Фрейманов, и его еще никто не убрал с этого пути. Ну да, Фрейманов, безусловно, очень техничен. Очень опытен. Лицы, не лисы, а право и справа. Приклад, сюда, календарь, помним, что несет с собой. Внимательно. А вот так Фрейманов получает желтую. Осложняет себе сейчас жизнь. И теперь ему, конечно, нужно тоже уже работать из-за этого и на чистую победу. Овечка берет небольшую паузу, получил он втах. Размениваются лоу-кигами мощными. Бойцы, Овкин, выбил ногу. Высек просто сейчас Фрейманов своего оппонента. Овечкин будет идти вперед. Будет вынуждать опять так же ошибаться сейчас Фрейманову. Да, напомню, для Овечкина это уже вторая пятеринутка. Да, да, да. Коленом навстречу бьет Фрейманов. Зажимает своего оппонента канатом. Давай, давай, Илья! Давай, давай, давай! Давай, давай, давай! Да, уже начинает разбивать соперника Илья. Подустал, конечно, Овечкин. Ох ты, здорово как. Да, технику работает сейчас Фрейманов. Минута 45 осталось. Но нужно, нужно достоять эти полторы минуты Антону, чтобы хоть как-то повысить шансы Кейру Шасагова. Курейша. Этот уже потихоньку разминается в углу своей команды. Он последний, кто будет выходить в Фермопил. Да, мне кажется, он понимает, что его выход-то не минует. Но даже если, да, Овечкин победит, он, скорее всего, будет вынужден уйти. Потому что он измотан страшно просто. Двумя тяжелейшими боями. Да, две сумасшедших пятиминутки проводит Антон Овечкин. Просто какой-то жесточайший рубки. Последние уже секунды идут этого поединка. Напоминаю, что у Ильи Фрейманова еще желтая карточка, потому что тоже осложняет достаточно историю для судей. Каких запускает Фрейманов, каких им отвечает ему Овечкин. Пробивай, пробивай, Илья! Нога пробитого Овечкина, о чем он постоянно сигнализировал угол Кузни, что нужно туда наносить в лоу-кике. Да, видим мы покраснение из-под шок прямо на ноге у Овечкина. Прихрамывает он на левую ногу. Все, и закончился этот поединок. Бой был очень изматывающим, бой был трудным. Ну что ж, посмотрим, что скажут судьи. Да, побеждает спортсмен Кузни. Ну что ж, Куреш Сагов, основное оружие Маршал-Артс. Огромный, техничный, расчетливый. Курешу Сагову теперь нужно побеждать двоих. Уже одному человеку это удалось. Им у нас стал представитель команды Fight Nice Ян Беляев. Своё, Куреш Сагов, также сотворит сенсацию. Очень круто он выглядел в первом бою, в котором он просто уничтожил своих оппонентов, потом спокойно уступил место. Как здорово на руках работает Сагов. Да, ну что ж, свеженький Сагов на подуставшего Фрейманова. И его удары слышны здесь на комментаторской позиции. Очень плёсткие удары, конечно, у Сагова. К сожалению, не знаем титулов всех Куреша Сагова, но то, что он с чемпионом ТНС сейчас бьется, это, конечно... Ну, здоровые серии, второвские быстрые, и одиночные удары очень быстрые. И видим, что под разными углами выбрасывает он удары. Вот, попадает раз за разом. Хочется, конечно, отметить Антона Овечкина, который сделал своё дело под измотал Илью Фрейманова. Ну, пять минут, конечно, он тянул из него энергию. Резкость так он убрал вот эту, на которой Фрейманов начинал. Да, да, да. Тем интереснее поединки 4 на 4. Но Сагов ничего не форсирует. Он понимает, что ему нужно запаса на 10 минут. Если он хочет выиграть. Да, интрига на интриге. Вышел лучший боец команды Уфы Курейш Сагов, извиняюсь. И сейчас имеет шанс. Дерётся против титулованнейшего ударника чемпиона ТНИ Ильи Фрейманова. За спиной у которого стоит герой первого четвертьфинала Николай Никитенко, который тоже ожидает этого поединка в случае поражения Ильи. Мы видим, что очень-очень спокойно Курейш ведёт. Бой. Главное, чтобы не пропустил какой-то неожиданный удар. Бой! 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 Получай, Силья, сбери! Прибавляй, можно, прибавляй тебе! Да, бей, Силья! Руки держи. Руки держи. Стой, вон! Вперёд, Сагов! А вот это удоверяется, да. Удоверяется Фрейманова вот такие настичь своего оппонента. Курейш выглядел абсолютно непотрясённым. Не зарубай, не зарубай! Фрейманов достал! Сага, Курейля! Давай, давай, давай! Не бахи, не уйди! Хороший хайкик. Наносит Фрейманов тоже отвечает ему Сагов. Ничего себе! Нечего себе! Нечего себе! Нечего себе! Фрейманов! Так хорошо вёл поединок Турейш Сагов и пропустил. Всё-таки подстрелил его Фрейманов. Ничего себе! Ну что ж, Илья Фрейманов выводит Кузню в финал. Только что на ваших глазах. Первый финалист известен. Тяжелейшая, тяжелейшая бойня была. Команда нашего Лариса и Кузня вновь. Команда Кузня вновь. Команда Кузня вновь. Команда Кузня вновь. Удачи! Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова